Включение из Петербурга на Первом канале. Доброе утро! В петербургских дворцах живут картины, доскульптуры. А вот во Франции графини и княгини, подходя утром к окну своего замка, видят там роскошные сады. Крещение ирисов, поедание нас с Турцией, обмен божьими коровками, их множество разнообразных замковых садовых затей, которыми поделились с телезрителями Первого канала французские аристократки. Трудовые руки графини. Для знатоков метафора оправдана. Гости ландшафтного семинара и рабочей встречи в Русском музее, графиня и ландшафтный архитектор Алекс де Сен-Венан не делает маникюра и не знает, что такое праздность, в которой все с завистью подозревают обитатели французских замков. В 21 веке ситуация немного иная. Конечно, каждое утро я открываю окна и смотрю на красоту, которая меня окружает, и мое сердце наполняется счастьем. Но когда я закрываю окно, то следующий мой жест – я засучиваю рукава, и 12-13 часов в день я работаю, чтобы эта красота продолжалась. Если бы это не было страстью, то мы продали бы все богатому русскому и уехали на Багамы. Райские кущи замка Вальмер поддерживают всего два садовника и сама графиня – биолог по образованию. Сады 17 века не изменились. Уникальность в том, что большая их часть съедобна. Коллекция тыков, виноградники. Муж и сын Алекс виноделы готовят знаменитый вино Шаттодо Вальмер, а графиня выращивает на закуску цветы. И даже выпустила книгу собственных рецептов. Я люблю есть многие цветы. И больше всего настурции. Это довольно банальный съедобный цветок. В настурции можно есть все – листья, цветок и даже фрукт. Семена, которые появляются, у них такой перченый вкус. Амиракал – оранжевая лилия, с которой я снимаю тычинки, начиняю муссом, сделанной из сметаны и перемолотой рыбной массы, добавляю в нее мелко порезанную цибулю, выставляю три такие цветка, начиненных этим муссом на тарелку и предлагаю своим гостям. У сада 15 тысяч посетителей в год. Многих привлекает распродажа семян овощей, выведенных садовником замка, в старину и утерянных потомками. Старинные баклажаны и редис вернулись во Францию благодаря Петербургскому институту растенееводства Вавилова, где их высеивали и хранили с 20-го года. А петербургским садоводам княгини Марисоль де ла Тур де Аверн поведала, как выращивать фрукты по методу Кантиньи, создателя королевских огородов Людовика XIV. Кантиньи думал, что для того, чтобы фруктовые деревья давали хорошие плоды, нужно меньше листьев, и он придавал веткам причудливые формы, делая так, чтобы на каждый фрукт не было тени, а попадало солнце, а от листьев он избавлялся. Таким образом, некоторые фруктовые деревья превращались в подсвечники или формы веера. При этом деревья дают прекрасные фрукты. Княгиня, потомок Кальбера, министра Людовика XIV, хранит в замке Эн-Элавьей синий сапфир, подаренный их предку Александром I, а в саду продолжает традиции с 15 века. Каждому нововыведенному сорту ириса устраивает зрелищную церемонию крещения. А вот садовник замка Виландрий, эколог по образованию, помимо искусства стрижки лип под кошачьей головки и тисов под фонтаны, поделился рецептом поддержания сада и уникальных декоративных огородов замка по старинке, без примесей химикатов. Когда мы используем какие-то яды от насекомых, сад не жужжит, нет в нем жизни. А в наш сад теперь вернулись ежи и кузнечики. У насекомых между собой равновесие существует, а если оно нарушится, тли, например, много появляется, то мы обращаемся в специализированные предприятия, и они нам присылают коробочку божьих коровок. Это прекрасные санитары сада. Этой зимой по инициативе Международного центра ландшафтного искусства «Зеленая стрела» петербургские садоводы и новые владельцы усадьб смогут сами отправиться учиться традиционному ландшафтному мастерству в сады Франции. А в Петербурге лучшие образцы отечественного и зарубежного садового искусства можно будет увидеть на пятом юбилейном фестивале «Сады России», который в этом году пройдет 12 июня. В этом году мы празднуем Российскую государственность, 1150-летие, и, соответственно, фестиваль и выставка посвящены этой теме. Тема назвали «С чего начинается Родина». Фестиваль – это такая ретроспектива по садам от языческой Руси, от императорских резиденций, дворянских усадеб, дачного Петербурга и далее к нашему времени, то есть уже к шестисоткам, к нашему какому-то современному периоду. Анастасия Томила, Олег Подьячев, Андрей Клемешов, Александр Высоких. Первый канал Петербург.